Субтитры сделал DimaTorzok друзья, вот такой у нас полив, вот такой распылитель, он переставляется буквально на одном месте, если он стоит там, буквально пять-десять минут, сейчас пойдет капля сверху Здравствуйте, уважаемые друзья, ну мы поливаем обычно водой, всегда поливаем по верху, по хвои, то есть ставим ее ставим распылитель и у нас такой распылитель, вот ставим его на отдел, он довольно нормально идет и вот здесь даже мелкая капля хорошо, потом он образует крупную каплю на сетке вот как дождик видите, итак пять-десять минут на один отсек, то есть протаскиваем его сюда и он поливает практически все, но обязательно следим конечно же, где не дополивалось, дополиваем, опять же вот в таких распылителей, то есть ни капельного полива у нас нет, ни автоматического, мы поливаем все сами каждый день, поэтому советую всем поливать, почему поливаем каждый день, потому что мы каждый день видим растения, каждый день за ними наблюдаем, каждый день мы видим как они растут и это дает хороший результат после того как они уже восстановятся после посадки и уже они как бы восстановились, они сейчас идут в рост и до октября будут расти, по всей длине вот этого прохода, вот этого отделения, то есть на каждый раздел он три метра, а так у нас их раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, на каждый раздел, то есть по пять-десять минут и там поверьте потом вода стоит прям, она во-первых вот если можно видеть на ту и вот видите там прям капли очень хорошие, хвоя поливается очень хорошо и каплями большими она пробивает корням, поверьте пять минут хватает такого полива, он до туда на каплю долетает, поэтому они стоим в метрах трех и так поливаем каждый день, каждый день мы обязательно поливаем и вам советую поливать, потому что это дело необходимо, вот уже капля собралась на сетке, это как дождик получается видите и мелкое распыление идет и сразу же идет и крупная капля, это еще далеко подставила, она еще в бок туда тоже бьет, но в бок тоже не хорошо, это крайний теневик просто и уже как бы туда на дорожку льется, а так если посередине где-то отделение, то мы ставим в разные стороны и она бьет хорошо и на следующую грядку в другом отделении тоже падает у нас капля, распыление очень хорошее, если мы пойдем посмотрим в другой, здесь видно что елка вся с этой стороны например у нас вся прям в капли, она вся в капли и довольно красивая и так нужно, а по хвою поливать самое благоприятное для них и самое лучше понимаете, причем мы хотим воздух подвести действительно, чтобы у нас было бы как вам сказать, еще и с воздухом она будет распыление вообще, но тогда не будет капли сверху, которая как бы падает под корень и тоже довольно таки хорошо ее заливает, вот видите уже капля образовалась на сетке, если потрясти то она как дождь так падает, вот красиво, это распылитель, распылитель неохота рекламировать фирму, ну желтенькая вы узнаете вся эта фирма, очень хороший, с фильтром стоит у нас там фильтр, здесь фильтр, ну напор тоже хороший, там до 4-5 атмосфер, поэтому хватает, говорю, 10-5 минут, вот если мы сейчас заглянем туда, там вода стоит, под капли, под солистый охотник, вот так если большой, уже полоть надо тоже смотреть, вот так мы поливаем, вот у нас вот теневик, если можно видеть, вот видите, да, со всех сторон сетка, эта боковая останется на зиму сверху, сетка снимется, сюда солнце и мороз, ну ветра конечно задувают, а сейчас мы скорее всего будем сетку отбивать от пыли и посмотрим какая на ней грязь, вот если можно видеть, грязь пошла, видите, это пыль не нагнала, и надо где-то примерно раз в неделю обязательно смывать, обязательно смывать, и сверху мы идем вот так, видно, здесь не так сильно, просто я смывал недавно, а вот здесь вообще грязь, вот грязь прям здесь, раз в неделю обязательно смывайте, или это все будет на растение? ну вот мы поливаем, например, распылителем, если многие спрашивают, как поливать, как поливать, прям вот так ставите сверху, на сеяние, подержали секунд пять, дальше, 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 и вот так, вот видите, вода стоит уже, у нас сегодня было 36, я не знаю, как в других регионах, но поливать очень много и часто, но в основном поливаем вот теми распылителями, которые веерными, довольно-таки успешно, и здесь все, вот, вот посадили елку, вот так поставили распылитель, подержали прямо на елку, раз в неделю ее надо заливать все равно, хоть и веерными, раз в неделю надо хорошо прям заливать, прям идти вот так, под тем грязками, и чтобы вода должна стояла, это хорошо, она там по хвою вверху как бы, но вот так лучше, или прочее даже без него, ну смотрите, чтобы корневая не была выбита, поливаешь сразу голубая, значит цвет меняет, кажется, что зеленеет, может зрителям показаться, что она зеленоватая, вот зеленая, вот голубая, может показаться после полива, что она голубей, ой, зеленеет, но на самом деле это не так, вот зеленая елка, можно видеть, что это зеленая, действительно, обыкновенная, а это ель колючая, в мороз они вообще голубые-голубые такие стоят, и как и обещал, вопрос от подписчиков в конце, меня постоянно спрашивают, много подписчиков и просто зрителей, какую сетку мы используем, мы используем сетку для притянения к 55 процентов, то есть 55 процентов, вот, здесь у нас одинарная идет, наверху одинарная идет, а вот эти боковушки, они идут двойные, производитель, ну, она в нашей области ростовская, один раз брали турецкую, но он не очень понравился, подписывайтесь на канал, с вами был Евгений Филимонов и питомник Хвойный сборик, всего доброго, удачи! Субтитры сделал DimaTorzok